СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР Многим для преодоления дистанции понадобилось 2, 3 и даже 4 часа, но на старте думается не об этом. Сейчас все горят желанием пройти, пробежать, пролететь какие-то 7 километров, взять нахрапом, наскоком, командным духом, на ура. В этом строю спортсмены, банкиры, МЧСовцы, нефтяники, работяги и интеллектуальные. Сядь умень, и они пришли сюда добровольно. Наверное, в первую очередь проверить себя, потому что впервые принимаю участие именно в таком масштабном мероприятии, ну, спортивного такого масштаба. Ну, стараемся все-таки победить, наверное, самих себя. Проявить себя, дойти до финиша и почувствовать, насколько мы серьезно себя подготовили всей командой, семьей, одной общей семьей. Победу, счастья, удачу и все. Хорошее настроение ждем. Грязи не боитесь? Нисколько. Новых ощущений, новых испытаний. Доходу себя проверить, как человека. Смогу ли я этого удержать? Дистанция проекта чуть больше 7 километров. 30 препятствий. Это не просто испытания. Организаторы поработали над экстремальным забегом творчески. Грязные танцы, царь горы, сенокос, морская пехота. Звучит красиво, но преодолеть многие из препятствий было неимоверно трудно. Теплая погода тоже подбадривала участников. Вперед! До финиша немного. Вы уже сделали подвиг, что вышли на старт. На вверх, на вверх, на вверх. Победу, поддерживайте, молодежь, и за них у всех работают. 1700 человек растянулись по дистанции на несколько километров. И чем дальше участники находились от лидеров, тем большие трудности их ждали впереди. Первый затор случился у трехметровой стены. Здесь образовалось бутылочное горлышко. И прежде чем брать препятствия, предстояло дождаться своей очереди. Вот почему соревнования командные в одиночку такую стену не преодолеть. Силы есть? Силы есть, конечно. И желание есть, и стремление. У всех, я думаю, здесь не у меня, у одного. Как наша команда? Наша команда называется отцы и дети. Отцы и дети. Мы все разных воздомстов. 60, 60, 61, 28 и две девушки 25. Название говорит само за себя. Отцы и дети. Мы думаем, что мы придем, никого не посрамим. Тактика взять стенку сходу не подходила. Пока участники стояли в очереди, вырабатывали планы. Надо кому-то наверх сначала одному залезти. Снизу Коля, наверное, останется. Тогда будет девчонок закидывать. Мы сейчас закинем наверх, он помощнее будет делать. Давай, давай, давай. Мы с тобой вдвоем, девчонок. Раз. Раз. Полю. Потом. У нас не все с нас минусом. Не, не, не все. Мы боевой дух у всех. По другую сторону барьера не так людно. Здесь, забравшимся на стенку, пытаются помочь спуститься. Нерв накален до предела. Эмоции начинают захлестывать. Но главное испытание еще впереди. Руслан, давай! Руслан, давай! И снова вперед. Бежать, прыгать. Невзирая на грязь, соперников и силы, которые почему-то уже начинают таять. А вот адреналин с каждой минутой нарастал. После трехметровой высоты участникам предстоит преодолевать вот такие барьеры с грязью. И здесь уже не до чистоты лица и футболок. Русские не сдаются! По бокам трассы родные, близкие, друзья и болельщики. Поддержать можно только морально. У меня бежит подруга моя хорошая, коллега по работе. А вы почему не бежите? Я, вы знаете, я хочу посмотреть на нее и бежать уже на следующий год. И это неимоверно тяжело. Я смотрю на этих людей, я просто поражаюсь. Как у них хватило вообще выдержки, вот это все преодолеть. Плюс еще там дальше болото, людям там не пройти. Я не знаю, как они побегут, честно. С ходу, по верхушкам, а враг с грязью не преодолеть. И те, кто еще пытался быть чистым, принимают молотную жижу как данность. Отлично! Силы еще есть? Есть! Давай, давай, давай! Супер! Все отлично! Грязь наша стихия! Болото оказалось еще не самым трудным и экстремальным испытанием. По колено в воде и только. Давайте, давайте, давайте! Давайте, улыбаемся, не забываем! Улыбаемся! Улыбаемся, я вас фотографирую! Держись, держись! Хорошо! Душевно! Там палки, аккуратно! Здесь участников ждут тяжести, перенос мешков. Напряжение добавляет неразбериха. Снарядов с песком на всех не хватило. И от этого становится еще тревожнее. Участники не знали, какие испытания их ждут на проекте. Когда нырнув в черное отверстие катакомб, они резко выходили на спуск и в воду. Многие даже не сразу прыгали вниз. Не движай, коля! Завершали каждое испытание инвалиды. На коляске не проедешь, потому их приходилось тащить на себе. Молодежь не знает, но у тех, кто постарше, передаскивание бревна вызывает стойкую ассоциацию с ленинским субботником. Откуда на булыжной Красной площади были бревна? Не тайга вроде. Но здесь организаторы позаботились, чтобы каждой команде досталось посвежесрубленной, бокрой, а потому неимоверно тяжелой или синей. На право! На право! На право! Это остальной характер! Да! Да! Бараначи лучше! Перед стартом специальный котлован вывалили полтонны льда. Получилась стрессовая ванна. После пары сотен преодолевших ее участников, она превратилась в грязную лужу. Многие долго не могли решиться окунуться. Путин! 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 У одного из участников на майке был портрет Путина, и зрители дружно поддерживали уже не его, а президента, чтобы он двигался дальше. Те, кто еще был хоть немного чистым после погружения с головой в этот грязный омут, окончательно оставили попытки сохранить одежду. Прыгаем и ныряем! И вновь пробежка по дороге, в воде, а затем по пластунски в грязи, под ключей проволокой, вперед, к финишу. Погода, как в одной из песен, где подруга подкинула проблем, не пощадила участников. Дождь превратил полосу препятствий в испытание повышенной сложности. Уже не до прически, макияжа и маникюра. Много сил еще? Много. Даже не вспотели. Девушка, силы есть? Чуть-чуть. Макияж, он у вас смылся весь? Это супер. Ноги целы? Целы. И когда до финиша уже совсем рукой подать, очередное препятствие – рампа. Первые участники легко забегали по фанерному подъему наверх и свободно прыгали вниз. После дождя это испытание стало едва ли не самым жестким на проекте. Те, кто пришел к финишу в числе первых, не вкусили реального экстрима. Дождь и грязь добавили многим препятствиям дополнительной сложности. Участникам приходилось через немогу до хруста зубов, до нечеловеческого напряжения преодолевать каждый подъем, спуск, каждый метр дистанции. Друзья познаются в стене. На препятствии вертикального мира руки скользили по канату, ноги срывали стрейки, силы буквально таяли. В одиночку здесь никак. Только вместе, только команды, только общими усилиями. Давай, давай, давай. Все, давай дальше. 30-е испытание проекта. На футбольные ворота натянули прочную сетку, но до последних участников она не дожила. А ведь в гарантийных характеристиках было заявлено, что может выдержать более тонны. Не выдержала, порвалась. За победу боролось всего несколько команд. Для остальных было главное участие и пройти эту сложнейшую дистанцию. Самое сложное было, наверное, преодолеть себя в первую очередь и помочь своим товарищам, которым было очень тяжело. Это было самое сложное. А так мы вместе добежали. Мы очень рады, я всех люблю. Бежали, главное, вместе. Главное, вместе. Областной депутат Олег Чемизов не планировал бежать, но перед стартом в одной из команд оказалось свободное место и ему предложили выступить. Согласился. Где-то там, в середине открывается второе дыхание. А так хочется иногда дочь. Да зачем мне это надо? Ну, вы побежите в этом году? Ну, так, я думаю, да? Почему нет? Важно не только бежать, важно быть рядом, помогать друг другу. Потому что некоторые препятствия одному просто не преодолеть. Надо, чтобы кто-то рядом бежал, чтобы кто-то поднимал, кто-то подталкивал. Важное вот место, важное место. Сложно было бегать. Остальное все было классно. Но еще было непонятно, куда ты прыгаешь с высоты. Пацанок тебя подняли на горку. И я спрашиваю пацана, а как там внизу? Он говорит, плохо. И скидывает меня. Ну, ничего, все классно вообще. Настроение супер адреналин. Жара. Мы потеряли четырех музыков. Мы пробежали, куда свернули. Как ощущения? Что запомнилось? Не забываем команды, что нас ждет еще в ограждении. Куча грязи, куча воды, куча людей. Как видите, как выглядит лучшее. Это важнее. Это транса впервые. Самая тяжелая была стена. Но мы поросли командой. Самое тяжелое было преодолеть себя, решиться, пройти. Получить массы эмоций. Мы были командой, и у нас все получилось. Это нереально круто. Это просто. Всем советом. Лучше вашим распоряжением. Агла-стон! Завершали финиш 1700 участников стального характера. Инвалиды-колясочники. Эти ребята, которые прошли 7 километров. 30 препятствий. Ну, как вы? Это было круто, ребята! Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok